а вы любите заглядывать ну или смотреть по ходу движения в чужие окна там совсем иная жизнь чем у нас кажется иные ощущения иные отношения судьбы какое-то душевное тепло ведь из этих уютных окон сложно понять почему освещенные вечерние окна вообще дарят вдохновение это реально так сегодня окна чисто вымыты праздничным дням каждый дом еще расцвечен весенним пасхальным светом и наполнен запахами куличей ванильной выпечки при страсти испытываешь не только глядя на вечерние и ночные окна но и просто особенно подходя к окнам старых домов причем чем потрепание дом тем лучше не знаю почему но особенно нравится разглядывать окна в обрамлении старинных домов построек прошлого века деревянных кирпичных это поистине окна души и надо уметь ценить то что имеем думается при этом сегодня ведь так просто беззаботно по улицам города не погуляешь а гуляние тихим весенним вечером дает совершенно беспричинное счастье и это счастье у нас еще впереди это программа итоги недели и я ее автор ведущий любимый сувер ток здравствуйте а теперь о том что уже стало главными темами прошедшей недели у нас городском округе вокруг нас в целом главное в том что мы начинаем понимать истинную ценность таких профессий как врач учитель соцработник и ценить их а не только звезд на сцене и шоуменов в развлекательных передачах как известно учителя и врачи у нас в основном люди возрастые от 45 и старше и мы без них никуда а потому их надо особо беречь а еще ценить то что не ценили раньше вот я вспоминаю как хорошо было что не было карантина бегали дышали свободно ездили какое было хорошее время не ценили не ценили сейчас это прямо так ощущается очень сильно к тому же мы стали понимать что есть совершенно посторонние чужие люди которые могут приходят и всегда готовы прийти на помощь просто так за спасибо и при этом не строят у себя небо жителей когда нужно просто помочь волонтеры продолжают свою работу тем более что период самоизоляции на нашей территории продлен пока на неопределенный срок о том что режим повышенной готовности на нашей территории введен бессрочно сообщил глава региона ранее считалось что особый режим ограничиться 20 апреля но по словам губердатора обстановка меняется и хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая но все же она пока далека от благоприятной стало известно также что в нашей области более чем 30 процентов зараженных коронавирусом у них болезнь протекает бессимптомно об этом заявил руководитель управления роспотребнадзора по региону дмитрий козловских по причине пандемии президент отменил парад победы праздновать 9 мая перенесутся на более поздний срок на июль или сентябрь а бессмертный полк все массовые мероприятия также на время действия режима повышенной готовности отменены празднование 1 мая также не состоится позже придется посетить и могилы родственников посещение кладбищ и храмов в условиях режима повышенной готовности ограничены исключение только конечно же похороны и оказание ритуальных услуг приезжающих из москвы подмосковье санкт-петербурга и ленинградской области приравнены к тем кто приезжал и прилетал из-за границы для них установлен обязательный режим самоизоляции жители села на пушминского например заметили что по их улицам гуляют и свободно передвигаются вернувшиеся и приехавшие к родственникам москвичи это буквально означает что сельчанин надо держать уши и неукоснительно соблюдать санитарные требования если говорить о вирусе то его можно подцепить везде и сесть он может на что угодно его даже высокой температурой не убьешь и тем более холодом как считает один из сельских медиков советую положить выданную медицинскую карту или справку на профилактику в холодильник группа французских ученых из университета прованс в ходе исследований определила температуру необходимую для гибели коронавируса можете себе представить чтобы убить коронавирус его подвергали нагреву в течение 15 минут и только при температуре 92 градуса он погиб за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 15 свердловчан это рекордный прирост для нашего региона это итоги недели тема дистанта нисходит с повестки дня обучению на расстоянии учатся сегодня все учителя родители ну и конечно же дети никто в педагогических вузах учителей реально к этому не готовил также как администратора собственно говоря платформ дистанционного обучения мотивировать школьников на удаленке не просто убеждение в том что надо учиться чтобы стать человеком могут взять на себя только конечно же родители сегодня понятно что сейчас дистанционное образование сводится в большей степени к рассылке домашнего задания но это вероятно пока так а то возможно будет по-другому учатся все учителя родители дети как я уже сказала в меру своих сил и мотивации но так самоотверженно отдаваться работе как это делают сегодня учителя стоя на переднем крае обороны дорогого стоит и было бы очень неплохо чтобы обо всем этом не забыли в те времена когда эпидемия схлынет потому что это со стороны и педагогов и врачей и соцработников ежедневный и ежечасный поступок итоги недели в эфире новости на коротке сегодня день донора крови медицина развивается но полноценных заменителей крови до сих пор никто не изобрел поэтому красная жидкость наших венах может стать для кого-то единственной надежды и спасением жизни сегодня донорская кровь особо востребована и в москве например донором а плазмы крови для лечения заразившихся коронавирусом на чека начнут платить сухоложский офис энергосбыт плюс возобновил очный прием клиентов работает энергосбыт плюс с понедельника по пятницу с 8 до 18 субботу с 8 до 17 все дни без перерыва на обед напоминаем телефоны которые могут срочно понадобиться тем более что период самоизоляции продлен на неопределенный срок как мы уже говорили оперативный штаб городского округа 43660 в рабочие дни с пятницы по с понедельника по пятницу телефоны еддс вы видите в круглосуточном режиме работают штаб волонтеров и оказание помощи на дому тоже 4 телефона ежедневно с 9 до 21 часа можно звонить банк россии рекомендовал финансовым организациям обслуживать клиентов даже с просроченными паспортами такие меры будут действовать до 1 июля нынешнего года чтобы людям не пришлось лишний раз нарушать самоизоляцию во время проведения рейдов гибдд рейды были связаны с выездом на полосу встречного движения на прошлой неделе выявлено 10 нарушителей которые предусматривают нарушение теперь усматривают наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортом средством на срок от 4 до 6 месяцев с 22 апреля вводится особый противопожарный режим это буквально означает что нельзя сжечь сухую траву мусор ветки кустов и деревьев на приусадебных участках это предупреждают пожарные мчсовцы чревато штрафами удивительную рыбу поймали рыбаки на ревцинском водохранилище оказалось что это и что иное как веслонос эту рыбу называют еще по-другому рыба меч откуда водоеме такая рыбища кто и когда завез сюда икринки этого гиганта никто не знает рыба пресноводная и можно достигать более двух метров в длину и 120 килограмм весом ну у этого рыбака да конечно же поменьше хотя тоже впечатляет в тушительных размеров сильный ветер четверг повредил фасад дома номер 6 по улице гагарина резкими порывами сорвала обшивку с из сайдинга на площади 30 квадратных метров такое уже случалось в январе прошлого года до управляющая компания взялась за восстановление в то же время ветер оборвал электрические провода питающие третью станцию подкачки магистрального водопровода водовода сухой лог камышлов если бы не запаста станции обезжелезивания воды я имею ввиду город мог бы остаться без воды работу электромонтеров которые работали на ветру под дождем а заснял на фото и видео директор муниципального унитарного предприятия курком сети сергей камягин до одной запор которая установлена в болотистой местности даже пришлось добираться на лодке ну руководил вот этой спецоперации назовем бы так не что и дое действительно как спецоперация по восстановлению оборванной линии главный энергетик горком сети анатолий богачёв в некоторой степени приметы времени стали и одиноко стоящие брошенные кем-то где-то автомобили по меньшей мере их три в городе клещи начали просыпаться на месяц раньше обычного они становятся активными уже при плюс пяти ну а при плюс десяти выходят на охоту что они теперь и делают владельцам домашних животных уже стоит особо тщательно осматривать своих собак после каждой прогулки но и разумеется самих себя то же самое ты под занавес мир стал пустым зато душа наполненной по поводу наполнения души писатель мастер афоризмов и отец пятерых детей григорий остер сказал читайте детям не нотации а книги да зачем-то нам дано это испытание коронавирусом этой опасной болезнью которая сошло на планету и именно в этот период как вместе с пробуждением природы вероятно чтобы испытать разницу остроту ощущений противопоставить и понять при этом вот эту разницу явлений и суть происходящего провести переоценку ценностей и так это все на сегодня мы остаемся с вами все наши новостные ленты новые проекты и полные версии передач еще много чего смотрите на нашем сайте в соцсетях а также может смотреть нас и в эфире кабельного телевидения уральские сети мы в ежедневном режиме продолжаем следить за событиями в городе информировать вас обо всем что происходит вокруг и готовы обсуждать все что видим снимаем и слышим вместе с вами до свидания до встречи следующий понедельник надеюсь очень надеюсь до свидания а что здесь так а а а а а Субтитры подогнал «Симон»